Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу контроля и учета для сервисного центра и ремонтной мастерской. Мы продемонстрируем базовую комплектацию программы. Также есть возможность индивидуальных доработок. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь может работать под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для менеджеров и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Основная работа происходит в модуле «Заказ наряды». Когда мы открываем его, сначала появляется поиск. С его помощью есть возможность в считанные секунды найти нужный заказ по уникальному номеру, по имени клиента или менеджера, по дате приема и прочей информации. Если критерии поиска не указывать, будут выведены все имеющиеся записи. Сейчас тестовая база пуста. Чтобы добавить новый заказ, нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Добавить». После этого заполняем три раздела. Данные по заказу, клиенту и изделию. Клиент выбирается из единой базы клиентов. Добавив клиента один раз, можно будет в дальнейшем просто выбирать его при регистрации заявок. На вкладке «Работа по заявке» заполняем, оказываем ему услугу, стоимость для клиента, результат выполненной работы и каким сотрудникам эта работа выполнялась. Если отметить флажок «Включить в счет», тогда стоимость работы будет выставлена к оплате клиенту. Вкладка «Материалы» обеспечивает связь со складским учетом. Если на выполнение данного заказа были использованы какие-то товары, их можно списать с определенного склада. При этом также присутствует возможность включать или не включать в счет клиенту стоимость потраченной продукции. На вкладке «Оплаты» можем внести частичную или полную оплату от клиента. При наличии долга он будет отображаться по каждому заказу. Кроме этого, есть возможность даже прикреплять изображение к заказу наряду. При оформлении определенной документации это изображение также будет распечатываться на бланках. А документацию можно оформлять самую различную. Это акт приема, акт технического состояния, гарантийный талон, счет на оплату, акт выполненных работ, счет фактура и товарный чек. Если у вас, кроме услуг ремонта, есть продажи, они также могут учитываться в нашей программе. Причем работать с товаром можно как по штрих-кодам, так и без них. Есть возможность продавать имеющийся товар и принимать заказы на приобретение продукции для клиентов. Обратите внимание, что программа может быть снабжена сервисом email и sms-рассылки. Вы сможете отправлять как массовые уведомления, так и разовые, чтобы, например, сообщить клиенту о готовности заказа. Для руководителя в нашей программе представлен целый комплекс управленческой отчетности. За любой отчетный период можно просмотреть статистику работы по каждому мастеру, начисление сотрудникам при сдельной заработной плате, а также прибыль компании по каждому заказу и продаже. Кроме этого, есть финансовые отчеты, анализирующие поступление средств и расходы компании. Вся аналитика представлена как в табличном виде, так и с помощью наглядных графиков и диаграмм. Каждый отчет будет отображаться с логотипом и реквизитами вашей компании. Мы показали вам лишь небольшую часть из тех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. До новых встреч!